МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на общую отрицательную динамику, месячный плюс зафиксирован в 7 регионах из 16. Самый большой прирост в Октябрьской области на 54,5 миллиарда тенге. До 165 миллиардов 800 миллионов. Это позволило войти в топ-5 регионов с наибольшим портфелем вкладов Юрлис. Область значительно усиливает свои позиции. Только в апреле удельный вес региона вырос на 1,1%. До 3,3%. На втором месте Павлодарская область. Корпоративные вклады региона за месяц увеличились на 11 миллиардов 800 миллионов тенге. До 86 миллиардов 200 миллионов. Далее идет Восточно-Казахстанская область. Рост портфеля на 5 миллиардов 800 миллионов. До 78 миллиардов. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Европы в первом квартале составил около 55 миллиардов евро. Почитала международная консалтинговая компания CBRE. Показатель на 30% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает газета RU. В первом квартале этого года наблюдался самый высокий показатель этого периода, начиная с 2007 года, когда объем инвестиций на европейском рынке достиг 60 миллиардов евро. Примечательно, что имеет место значительный рост числа портфелей, выводимых на рынок. Это признак того, что европейский рынок коммерческой недвижимости обладает повышенной ликвидностью, и инвесторы начинают стремиться к эффекту экономии от масштаба. Указал управляющий директор CBRE по рынкам капитала в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Джонатан Халл. Эксперты отмечают, что существует также усиливающаяся тенденция к пакетным сделкам и корпоративным поглощениям. Международная ассоциация воздушного транспорта улучшила прогноз совокупной чистой прибыли мировых авиакомпаний на 2015 на 17%, до рекордных 29 миллиардов 300 миллионов долларов, спрогнозировавшихся в декабре 25 миллиардов. Ожидаемое повышение показателя по сравнению с 2014, когда совокупная чистая прибыль авиакомпаний составила 16 миллиардов 400 миллионов долларов, отражает улучшение глобальных экономических перспектив, рекордные показатели загруженности рейсов авиаперевозчиков, низкие цены на топливо, а также существенное укрепление доллара, говорится в заявлении. Совокупная выручка авиакомпаний в этом году сократится на 0,7%, до 727 миллиардов долларов, что станет следствием укрепления американской валюты, отмечают эксперты. Рентабельность сектора по чистой прибыли достигнет 4%. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, улучшение показателей рентабельности по сравнению с прошлым годом будет отмечено авиакомпаниями всех регионов мира. Однако темпы роста этих показателей будут существенно расходиться между регионами. Крупнейший в мире производитель микрочипов Intel объявил о планах инвестировать 125 миллионов долларов в развитие стартапов, руководителями которых выступают женщины, а также представители различных меньшинств, сообщает агентство Bloomberg. Инвестиции будут осуществляться подразделением Intel Capital и станут дополнением к 300 миллионам долларов, которые компания пообещала направить на увеличение этнического, гендерного и иного разнообразия своего штата сотрудников. По данным Intel, женщины присутствуют в руководстве менее 15% венчурных компаний в США. Компании, в которых пост главного исполнительного директора занимает женщина, получают лишь 3% от общего объема венчурного финансирования в стране. Менее 1% основателей компаний в Кремниевой долине являются афро- или латиноамериканцами. На этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok